Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня поговорим о том, как взаимосвязано психическое здоровье и физическое, как они влияют друг на друга. И затронем тему стресса, узнаем техники, которые помогут его пережить. А в гостях у нас клинический психолог Елена Зоткина. Елена Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Стресс стал нашим ежедневным спутником. От него не спрятаться ни дома, ни на работе, ни по пути туда и обратно. Разве что во сне можно от него скрыться. И то он делает все, чтобы этого сна в нашей жизни стало меньше. Сегодня как раз узнаем, что же делать, чтобы пережить этот стресс. Но для начала хотелось бы все-таки затронуть тему психического и физического здоровья. Я уже вначале сказала, что они влияют друг на другу. Расскажите, как это происходит? Эта связь очень-очень тесная. И до сих пор есть различные исследования по этому вопросу. И в свое время была выделена так называемая «священная семерка» как раз вот психосоматических заболеваний, которая показывает эту связь. И если говорить про сегодняшний день, то действительно, Галина, вот мы с вами живем в мире, где очень много неопределенности. Неопределенности очень мало можно планировать и на гораздо более короткий срок. И вот эта вот сама среда, в которой мы живем, она добавляет нам нервно-психического напряжения. Это если мы говорим про одну из составляющих, про то, что называем психикой. А когда мы длительное время находимся в таком напряжении, то наш организм начинает реагировать на это напряжение. И, соответственно, что происходит? Вот есть условный такой эквивалент в теле. Если мы с вами волнуемся, если мы боимся чего-то, то наше тело начинает реагировать. При этом оно реагирует гораздо раньше, чем мы с вами это вообще поймем. Пока дойдет до нашей умной головы, наше тело уже нам выдаст эту реакцию. Вот если, например, поволноваться немножечко, допустим, если мы любим свою работу, идем по коридору, кто-то к нам подходит и говорит, завтра тебя увольняют. Вот что с нами произойдет в этот момент? Ну, мы испытаем то, что можно назвать стрессом, но очень кратковременным стрессом. И, соответственно, в этот момент в нашем организме начнут как раз запускаться вот эти вот процессы. При этом процессы на физиологическом уровне. То есть выделяется кортизол, гормон страха, по сути, стресса. И мы попадаем в состояние, в котором мы учимся перестраиваться. То есть сами по себе вот эти стрессовые наши реакции, они не хороши, не плохи будут. Они в краткосрочном варианте помогают нам адаптироваться. То есть они нас перестраивают, они помогают нашему организму мобилизоваться. Но длительное время мобилизовываться мы, конечно, не в состоянии, потому что тогда уже вступает в силу истощение уже на физиологическом уровне. И как раз начинают развиваться те самые заболевания, в которых запускающим фактором становится как раз вот этот наш стресс, когда мы реагируем на ту или иную ситуацию. И, конечно, мы будем проживать его все по-разному. И, например, если нас с вами сравнивать, то для вас одни ситуации будут более стрессовы, для меня другие ситуации. Но в любом случае, если в короткий промежуток времени мы эти вопросы не решили, не перестроили свое поведение или не повлияли на то, что происходит в моменте, если у нас есть такая возможность, то запускается как раз вариант истощения на физиологическом уровне. И вот то, что вы вначале уже проговорили, это сон, который начинает почему-то нарушаться, спать хочется, а уснуть не могу, очень часто говорят клиенты. Соответственно, засыпаю, но почему-то просыпаюсь часто, кошмары какие-то начинают сниться. То есть все. И это помогает, с одной стороны, адаптироваться, если мы в короткий срок решили вопрос, и очень сильно начинает влиять на нашу физиологию, истощать наш организм уже на физиологическом уровне, и нередко действительно запускает те или иные психосоматические процессы в организме. И я уже упомянула, что есть вот это вот выделение семи основных психосоматических заболеваний, по сути диагнозов, на которые мы можем ориентироваться. Вот раньше их было семь, сейчас добавили еще два. Но в любом случае стресс, он естественен, он необходим, если это начало этих механизмов, да, и он нам помогает перестроиться. Избегать надо именно ди-стресса, так называемого, когда мы говорим про длительное пребывание в каких-то ситуациях, в которых мы не можем повлиять, например, на текущие события, и, соответственно, очень важно в это время своевременно получать помощь. Потому что думать мы в этот момент тоже начинаем очень-очень неправильно, может быть, не очень корректно звучит, но у нас включается негативное мышление, мы не видим так называемую позитивную сторону, при этом, когда я сейчас говорю про позитивную коннотацию, я имею в виду не момент, когда мы себе вреум, просто обманываем себя и говорим, все будет только хорошо, да, это момент, когда мы начинаем действительно в моменте разбираться в ситуации и задавать себе вопрос, могу ли я на что-то повлиять, да, если я могу на что-то повлиять, то я обязательно это могу сделать, если я готова к этим действиям. И вот стресс здесь как раз будет помогающим. А если говорить про ситуации, в которых мы не можем повлиять на внешние события, а сейчас у нас длительный период, уже года 4, наверное, как, есть события, которые глобальны, да, и мы просто живем в меняющихся условиях. И вот здесь мы обязательно должны посмотреть, на что в реальной ситуации мы с вами влиять можем. И тогда действительно есть шанс развернуть, да, себя, другого человека на условно вот эту позитивную коннотацию, как ее называют. То есть мы начинаем видеть, что вообще-то очень многое от меня зависит, да, если я действительно готова это увидеть. Например, от меня будет зависеть режим дня. То есть если мы с вами попадаем в какие-то стрессовые ситуации или обостряются уже имеющиеся какие-то соматические заболевания, мы с вами обязательно должны зацепиться за очень важный элемент. Это режимность, да, и это то, что действительно подлежит нашему контролю. То есть сузить фокус надо? Обязательно. Вот, сузить фокус обязательно надо. И более того, очень важно, чтобы в этот момент мы действительно развернулись к ощущению себя, чтобы действительно был контакт. При этом контакт с собой, с ощущениями тела. Потому что очень часто именно в этот момент, да, когда что-то происходит, и наш старый опыт не может, да, помочь нам что-то изменить или сориентироваться в ситуации, а как раз тогда и мы выдаем вот эти реакции нежелательные, мы обязательно должны посмотреть, да, на структуру дня, например, да, на ощущение тела, как сейчас о себе можно позаботиться, при этом позаботиться самостоятельно. И вот это очень важный момент. То есть человек должен становиться активным в этом месте, при этом действительно сохраняя контакт с ощущениями. И очень многие методики, они будут ориентированы на возвращение этого контакта. В стрессе мы замираем. Если замечали что-то, вот даже в краткосрочном стрессе, да, то первая реакция мы замедляем дыхание, задерживаем и на какое-то время почти не дышим. Если говорить про ощущения в теле, то, как правило, это... Сердце в пятке. Вот, очень хорошее выражение, да, сердце в пятке. И мы действительно не чувствуем тогда тело полностью, да, у нас убегает это ощущение. Остается только ощущение какого-нибудь симптома. Вот сердце в пятках, это как раз, когда я чувствую, как оно бьется где-то там, где оно вроде бы не должно быть, а контакт с ощущениями собственного тела потерян, и в голову, как правило, не придет. Поменять позу, да, выйти на другой какой-то характер моторной активности. То есть мы обязательно в этот момент в замирании, да, центрируемся только на чем-то негативном, в данном случае на телесном симптоме. И по сути по этому пути разворачиваются как раз те реакции, которые сейчас стали гораздо чаще проявляться в последние несколько лет у людей. Это те же самые, например, панические атаки, как их называют, да. Ну, что здесь можно сказать? Мы можем, центрируясь на этом симптоме негативном, очень быстро развернуть такую паническую атаку. И в той же мере, если мы дружим с собой, если мы учимся определенным механизмам и техникам, да, с опорой на себя в этот момент что-то делать, мы можем ее и не разворачивать. То есть у нас появляется такой вот фактор, я бы сказала, ручного управления. И вот это мы с вами можем осваивать, и это будет зависеть от каждого конкретного человека. А вот про паническую атаку, это то, что наступает резко или все-таки так постепенно приходит? У нас тут вот тоже в гостях был психотерапевт, он говорил о том, что, ну, паническая атака, она приходит постепенно, и можно немного ее, ну, спрогнозировать и заранее начать что-то делать, чтобы она пик не пришел. Здесь все-таки, наверное, ну, я не буду говорить много про панические атаки, да, просто есть клиническая, да, паническая атака, и чаще всего, к счастью, вот то, что описывают и называют этим уже сейчас частым таким словосочетанием паническая атака, не является клинической атакой, разворачивается действительно постепенно. Вот если брать ваш пример, это сердце в пятки ушло, да, то это как раз момент, когда мы говорим про центрацию на симптоме, да, и это есть при различных, в том числе, заболеваниях, когда где-то кольнуло, и человек понимает, что вот сейчас будет, например, приступ, да, сердечный приступ, и потихонечку его разворачивает. И поэтому вот эти сигналы, получаемые от тела, как раз очень важно научить интерпретировать по-разному, потому что сердечный приступ начинающийся и просто ощущение сердца – это разные вещи. И очень много разных техник сейчас и раньше разрабатывалось, и сейчас есть, да, с помощью которых мы помогаем человеку научиться, да, разделять вот эти разные совершенно ощущения. И это препятствует разворачиванию панической атаки. Вот именно в этот момент я немножечко иногда шучу со своими клиентами и говорю, вот здесь вы можете переходить на ручное управление, да, когда я научилась чувствовать тело и разделять эти состояния. То есть сердечный приступ – это как раз одна из тех заболеваний священной семерки, да? Нет, это пример, вот в данном случае сейчас, да. И если говорить про сердечные приступы, то есть ведь действительно сердечные приступы, а есть что-то очень похожее, да. И когда человек приходит к кардиологу, ему кардиолог говорит, да у вас все нормально с сердцем, то есть все, обследования прошли, и все хорошо, да. И вот здесь мы как раз говорим, что есть психосоматические заболевания, а есть еще понятие соматоформных расстройств. То есть когда на уровне физиологии тела никаких изменений не происходит. Но мы все равно продолжаем проживать данное состояние как очень похожее на сердечный приступ. И вот здесь как раз мы, работая с людьми, и их учим это разделять, да, именно в ощущениях тела, потому что эти ощущения, вообще-то, эту связь надо еще восстановить. И здесь как раз многие техники на это будут направлены. А врачи сейчас уже достаточно опытные, чтобы отправить такого клиента, соответственно, уже к психологу, а не пытаться что-то лечить, да. А если говорить про священную семерку, то туда в классическом варианте входит язва желудка, язва кишечника. И здесь как раз вслед за вашей метафорой сердца в пятках приходит, я не перевариваю, да, не перевариваю какие-то события, там, не перевариваю общаться с каким-то человеком. Вот. Вообще разные системы организма, они очень по-разному реагируют. И, например, желудочно-кишечный тракт, он всегда реагирует первым, когда мы с чем-то встречаемся в жизни, что нам действительно трудно принять, да, с чем нам сложно смириться. И если говорить вообще про стресс, то именно ЖКТ чаще всего реагирует первым. И начинает болеть, да, иногда развивается там диарея, допустим, не хочу идти куда-то, иногда клиенты приходят и говорят, мы из туалета не выходим, потому что у нас диарея, мы же по уважительной причине не идем куда-то, где мы должны быть и какую-то зону ответственности брать. И поэтому вот эти самые психосоматические заболевания, они обязательно имеют основание на уровне тела, то есть есть язва, реально есть, да, и действительно врач очень необходим, и помощь необходима. Но в этот момент мы также понимаем, что стресс является всегда запускающим и запускающим само заболевание. Он же является провоцирующим обострение. И поэтому если такой человек приходит от врача уже, да, к психологу, то тот его обязательно спросит, а куда вы должны были идти, да, а что вам там нужно было делать, да, и человек начинает рассказывать, и он начинает потихонечку с вашей помощью понимать, что вообще-то мне не хотелось туда идти, что вообще-то я не перевариваю что-то, что там происходит, да. И вот такие связи, они как раз в психосоматических заболеваниях, они очень ярко прослеживаются. А при самоотформенных расстройствах там врачи говорят, нет ничего с нашей стороны. Они разводят руками и говорят, нет, ваше тело здорово. Вот вам надо идти к психологу, к психотерапевту, и уже там решать эти вопросы. А получается, эти соматические заболевания можно вылечить при помощи психолога, или тут все-таки уже нужно и стандартное лечение, и потом еще голову? Вот если мы говорим действительно про психосоматические заболевания, конечно, врач нужен, потому что это объективные изменения на уровне тела, да, это реально плохие анализы, когда их сдают. Ну вот в данном случае первое из психосоматических заболеваний, которые я называю, да, язва желудка, она требует внимания, она требует лечения, потому что если это не делать, то вторично возникают уже осложнения и становится хуже человеку. Но если человек не будет понимать, куда вот это вот заболевание встраивается в его жизни, а оно его лишает необходимости чаще всего куда-то идти, иногда вот в упрощенном варианте, говорят, появляется вторичная выгода, да, то он не сможет тогда изменить качество своей жизни, да, и либо уйти с этой работы, если он туда не хочет ходить, да, поменять работу, да, он не будет видеть этих взаимосвязей. И каждый раз будет обострение как первый. Это как раз вот тот вопрос, как физическое, связано с психическим. И вот если он понимать начинает, что каждый раз, когда он идет туда, где он чего-то не переваривает, я сейчас очень упрощаю, да, этот механизм, вот он, конечно, более многогранен и сложен, вот, что именно тогда у него обостряется язва, да, он начинает уже думать, что можно изменить, на что он может влиять, чтобы, и кто-то осваивает техники саморегуляции, если они действительно хотят, например, я конкретного человека вспоминаю, он хочет сохранить работу, но у него каждый раз обострение. Соответственно, он говорит, я готов освоить техники саморегуляции для того, чтобы, понимая, что я не хочу туда идти, но мне сейчас нужна эта работа, да, для того, чтобы у него есть это понимание, осознание, вот я готов это осваивать, и, соответственно, каждый раз я готов уделять себе время и с этим напряжением, которое возникает, разбираться немножко другим способом, то есть не обязательно убедать в соматику. Иногда легализация своих переживаний, когда мы говорим, что, да, я злюсь, да, мне что-то не нравится, она уже снимает какую-то часть напряжения, и самое главное, что человек перестает быть заложником этой ситуации, он начинает понимать и видеть зоны своего влияния, и фактически он обучается определенным навыкам, да, осваивает деятельность саморегуляторную, и таким образом может, действительно, принимая свое осознанное решение, менять качество своей жизни потихонечку. Это первое, что надо сделать, да, понять, что я в стрессе. А какие еще заболевания входят в семерку священную? Туда относится бронхиальная астма, и если говорим про бронхиальную астму, то там очень интересные моменты, например, отделение эндокринологии, лежат детишки с диагнозом бронхиальная астма, понятно, что она тоже бывает разная, бывает аллергическая, бывает по вегетативному типу, но и у первых, и у вторых, за ночь практически нет приступов, если вечером им дали возможность проявить какую-то активность. При этом что за активность? Есть такие интересные детские развлечения, которые иногда называются бой подушками, допустим. То есть что это такое? Это выброс вот этого напряжения очень сильного, плюс еще в игре, где мы с тобой соревнуемся, сражаемся, потому что это очень важно, это мои границы, я победить должен. И когда организуется специальным образом вот такой вот бой подушками, и медперсонал знает, зачем это, и родители детей, дети, то в таких палатах, где так производится, ночью гораздо реже приступы у детей, чем там, где этого нет. А там, где этого нет, там всю ночь, в общем-то, то один, то второй, то третий требует внимания и помощи медицинского персонала. И поэтому здесь как раз, вот говоря о бронхиальной астме, здесь очень многое связано с работой, например, со своим напряжением, с агрессией, и с ней очень важно подружиться. Потому что если вспоминать классиков, например, Фрейда того же самого, он же воспринимал и описывал агрессию как энергию жизни. Вот если мы с ней дружим, то куда мы ее направим, так она и будет работать. То есть она может очень сильно разрушать, и как раз очень нередко и разрушаем мы физически себя, когда мы с этой агрессией не дружим, и думаем, что ее нельзя выражать, там очень хорошо воспитанные люди. Вот, например, если мы берем одно из психосоматических заболеваний, такое как язвенный колит, это следующее можно назвать, да, заболевание, то там как раз человек очень часто очень хорошо воспитан, социализирован, то есть он тактичен, он считает, что агрессию выражать очень плохо. При этом для него агрессия это действительно, где один человек может, например, ударить другого, накричать, то есть это что-то разрушающее. А вот этот разворот, когда мы просто видим агрессию и понимаем, что вообще-то это силы, это напряжение, да, это энергия жизни, которую мы можем перенаправить на что-то другое. Вот, ну и на что-то другое, я думаю, что у вас тоже масса каких-то своих примеров из жизни, когда, например, встала я утром, одна из мам рассказывает троих детей, мужа она называет четвертым ребенком, встала я утром, рассердилась на них, что-то они не так сделали, и вы знаете, за два часа, говорит, столько дел переделала, то есть вот это вот напряжение, которое было, она говорит, я сначала хотела ругаться, потом я поняла, что если я буду ругаться, ну, каждый из нас знает последствия действия своих и родственников, я испорчу полдня себе или весь день. И вот, говорит, за два часа на этом запале нетраченного зла, как она уже могла шутить над собой, до этого она очень воспитанная женщина была, там, агрессии слова вообще не выговаривала, вот она говорит, я убралась, убралась так, как за неделю не убираюсь. Вот, пожалуйста, пример, когда мы можем это напряжение, да, развернуть в мирное русло. Вот, бабушек на лавочках вспоминаем, когда пройдет какой-нибудь замечательный такой гиперактивный подросток, да, тут пинет, там чего-нибудь скажет, и вот какая-нибудь бабушка из своей уже мудрости, жизненного опыта вслед скажет, вот эту бы энергию, да, в мирное русло, да, вот как раз здесь этот механизм очень хорошо и работает. Вот, поэтому, если говорим, да, про заболевания такого плана, они должны рассматриваться в контексте нашей жизни. То есть, где они нам действительно создают эту вторичную выгоду, и от чего они нас избавляют, и хорошо, если мы это действительно осознаем, и осознанно, да, подойдем к решению каких-то вопросов, да, как я хочу жить, с кем я хочу выстраивать отношения, да, где я хочу работать, то есть, очень много вопросов, они требуют вот этой социальной ориентировки, и тогда мы можем влиять на качество жизни. Туда же, да, к этим же психосоматическим заболеваниям относится нейродермит, например. Вот, это такая нарушенная барьерная функция кожи, да, как говорят, то есть нейродермит, это когда наша кожа покрывается, да, такими изъязвлениями, и они чешутся, они постоянно связаны с раздражением, с болевыми эффектами. Нет, вот нейродермит – это состояние, которое возникает, когда мы попадаем в жизни в какие-то ситуации, и мы, кстати, не замечаем очень часто этого, когда наши границы, они нарушаются другими людьми. Например, в детстве у такого человека, как правило, всегда есть опыт, когда нарушаются именно физические границы. Там может быть физическое наказание, да, там может быть что-то связанное в любом случае с вторжением на территорию тела, когда другой может подойти, не спросясь, например, толкнуть, стукнуть, обнять, да, то есть это территория моего тела, да, и никто не должен там появляться без моего разрешения. Вот когда это нарушается, а это ранние механизмы, то впоследствии мы уже взрослые люди, да, все вроде бы хорошо, попадаем в обычную ситуацию общения, не надо даже уже к телу к нашему как-то прикасаться, но на эмоциональном уровне мы можем переживать некоторые отношения, как сейчас модно говорить, как абьюзерские, например, да, когда мои интересы будут нарушаться или вообще не учитываться, когда я хочу одного, а человека, от которого я завишу в ситуации по субординации, будет говорить прямо противоположное, будет заставлять меня делать что-то другое. Это вот как раз моменты в социальном пространстве, где мы попадаем в зону нарушения своих границ, зону небезопасности. И при нейродермите действительно очень важно, опять-таки, подружиться с этим напряжением, с этой агрессией, да, понять, что вообще-то есть та граница, которая для меня важна, и я не обязана встраиваться там в какие-то действия, если они мне не нужны, не важны, не интересны. Вот, и тогда нейродермит, он проходит. То есть, работая, например, только в русле психологии и психотерапии, с нейродермитом можно прекрасно справиться. Вот с псориазом нет, он не относится к психосоматическим нарушениям, но, тем не менее, даже работая с псориазом этими техниками, мы можем вывести на такое вот состояние более длительной ремиссии или снизить интенсивность. Поэтому здесь мы очень многие процессы можем помочь освоить. Вот если говорить именно о работе психологов, да, хорошо обученных именно для работы с соматикой. Вот туда же относится эссенциальная так называемая гипертония. Вот такой человек, он как живет? Он не может быть спокойным и хладнокровным. Вот, например, какие-то, я не знаю, процессы в жизни, да, решения, они требуют такого здравого подхода, да, когда мы спокойствие сохраняем. Вот таким людям очень трудно быть спокойными. Они очень эмоциональны. Более того, проживая каждый день, они очень часто, каждый день должны совершать какой-то подвиг, как-то доказывать, что вот сегодня они не зря прожили день. То есть это люди, которые живут вот в таком постоянном-постоянном напряжении. И, конечно, нахождение равновесия у таких людей будет связано либо с осознанием этих процессов, но по статистике могу сказать, чаще всего сначала становится, как при всех психосоматических нарушениях, чаще становится плохо со здоровьем, а потом уже человек начинает как-то пытаться разобраться, почему. То есть мы сначала попадаем в симптомы, и тело, оно всегда с нами, оно нам подсказывает, что что-то не так, а уже потом мы начинаем как люди задумываться. Вот поэтому хорош бы еще вариант был такой хороший психопрофилактики. Вот я в свое время многие техники осваивала в общении с коллегами из Германии, поездки были туда. И у них, например, на тот момент на обычных занятиях по лечебной физкультуре любому человеку, который туда приходил, давали эти техники для того, чтобы они просто их знали, чтобы они профилактировали свой стресс. Чем я тоже очень рекомендую заниматься. Галина Александровна, мы не все разобрали, да, еще? Но у нас время выпуска подходит к концу. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин